Деревенская проза Дадим определение. Основной особенностью этой прозы считается возвращение к идее почвенчества. Почвенчество – это литературное и общественное направление 1860-х годов, идеологом которого стали Аполлон Григорьев, братья Достоевские, Николай Страхов. Главной идеей у них была – национальная почва считалась основой социального и духовного развития России. Именно в этот период утверждался самобытный путь развития страны, который отличался от Запада и от Востока. Интеллигенцию почвенники призывают слиться к снародной почве, жить с теми же традиционными православно-христианскими ценностями, как и простой русский народ. В годы советской власти главный упор делался на воспитании качеств не русского, а советского человека. И именно русские национальные черты постепенно стирались, что вело к постепенной утрате неповторимого национального лица. Из этого следует, что именно поэтому во второй половине XX века идея почвенничества возрождается и своего апогея достигать именно после оттепельного двадцатилетия. В советскую эпоху идеологом почвенничества выступил Солженицын. Именно этот писатель оказал сильное влияние на творческий путь Достоевского. Солженицын проповедует идеи национально-религиозного возрождения России, будучи убежденной в том, что именно утрата веры в Бога и отказ от православных ценностей и привели ко многим трагедиям сталинской эпохи. Но в послепельные годы произведения Солженицына оказались запрещенными, он не имел возможности печататься. Поэтому популяризацией почвеннических идей занимались писатель Владимир Соловухин и критики Вадим Кожанов и Михаил Лаванов, которые являлись авторами журналов «Молодая гвардия» и «Наш современный». Пожалуйста, законспектируйте эти фамилии в ваших тетрадях. Почвенники стремились вернуть историческую память, связанную с религиозной православно-христианской традицией. За этим всем стояла потребность в гуманизации общества и восстановлении национальной самобытности, всё более утрачиваемой под воздействием советизации. А также нужно учесть общемировых процессов урбанизации. Ярче всего почвеннические настроения проявили себя в творчестве представителей деревенской прозы. Под деревенской прозой также подразумевается особая творческая обществ, то есть это в первую очередь произведение, которое объединяется общим, а что это именно – постановкой нравственно-философских и социальных проблем. Начинается деревенская проза с рассказа Солженицына «Матрёнин двор». Первоначальное название этого произведения было «Не стоит село без праведника». Он написан в 1959 году и попадает в печать в 1963 году. Именно здесь воссоздан и апоэтизирован патриархальный народный характер, воплощенный в образе простой сельской друженицы старухи Матрёны. На таких людях по Солженицыну и держится народная жизнь. Неявно автор вступая в полемику с официальной литературой, где положительным героем был, как правило, коммунист, человек передовых убеждений, а подобные Матрёни считали отсталыми. Солженицын наделяет свою героиню, как нам нужно учесть, определить, также записать в своих тетрадях, ареалом нравственной красоты и чистоты. Он возрождает идеалы праведности, святости и снова возвращает их в литературу. Под влиянием Солженицына в литературе появляется целая плеяда подобных характеров. Пелагея из одноимённой повести Абрамова, старуха Анна из последнего срока, Дарья из прощения с матёрой, Распутин. Примыкает также сюда образ Ивана Африкановича Дрынова из повести «Белого привычное дело». Давайте с вами теперь рассмотрим именно особенности деревенской прозы. Творцам деревенской прозы принципиально чужды приёмы модернистского письма. Телеграфный стиль, гротескная образность. Им близка культура классической русской прозы с её любовью к слову пластическому, изобразительному, музыкальному. Они восстанавливают традиции сказовой речи, плотно промыкающие к характеру персонажа, человека из народа, и углубляют их. Запишите, пожалуйста, следующие характерные черты деревенской прозы в период отцепеля. Первое. Это изображение жизни деревни в 50-е годы, иногда в 40-е годы. Второе. Пафосы деревенской прозы состоят не только в поэтизации крестьянской души, но и в исследовании глобальной по своему характеру проблемы трагических судеб деревни в прошлом, настоящем, тревога за её будущее. Социально-публицистическая и социально-психологическая деревенская проза перерастаёт в литературу общечеловеческой по масштабам проблематики, в литературу философско-этического плана. Центральный мотив. Мотив возвращения в родную деревню, мысленного в мечтах или в реальной действительности, или расставания с ней. Изображение трагических последствий, коллективизации. И следующий, это четвёртый наш пункт. Образы символы почвы и малой Родины. Губительное влияние цивилизации. Тема преемственности поколений, взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Идеализация национального природно-этического лада, поиски света, идущего из глубины прежнего крестьянского мира и острое чувство его распада не только в современности, но даже в духовной памяти народа. Рассмотрим типы героев деревенской прозы. Тип характера – это коренные сельские жители. Натура мягкие и цельные, совестливые, добрые и доверчивые. Деревенская проза разрабатывает этот тип в двух его разновидностях, к тому же во многом противоположных – герои-праведники и герои-чудики. Так сказать, хранители традиций – праведники и вольные люди. Праведники – Солженицкая матрёна, как мы с вами разбирали выше, бабушка Екатерина Петровна. Из последнего поклона Астафьева – Катерина из привычного дела Белого. Чудиками в основном считались шепшинские герои, но и шелховские, нагубников и размет. Деревенская проза ориентирована на понимание человека не как индивидуума, а как родового существа, как члена семьи, рода, как частицу своей деревни, своей округи, наконец, своей родины. Дом – центральное понятие в эстетике деревенской прозы. Дом – этот, как правило, неказист, небогатая изба-самоварн, то есть простая – печи, узбани, коровы, кормилица и дальше с округой. Ко всем родной и понятной. Обобщенный симфонический уровень, можно из этого сделать вывод, что дом – это родина. Деревенская проза ориентирована на понимание человека не как индивидуума, а как родового существа, как члена семьи, рода, частицу своей деревни, своей округи, наконец, своей родины. Дом – центральное понятие в эстетике деревенской прозы. Запишите, пожалуйста, это определение в свою тетрадь. А также законспектируйте типы героев деревенской прозы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok